Метео-картина дня ясна, спасибо за это Александру Веру. Ну а вот музыкальная картина дня сегодня этим утром в руках нашего почетного гостя, народного артиста Молдовы Мариана Ставильевича. Мариан, доброе утро. Доброе утро. Я сразу хочу сообщить новость всем нашим телезрителям о том, что оказывается в Ясах до некоторого момента не шла ни в одном театре кирица из провинции. И благодаря в том числе и вам, и вашим усилиям, 11-12 ноября состоится премьера. Расскажите дальше вы. Вы нас шокировали прямо буквально за две минуты до начала эфира. Ну вот решили восстановить спектакль в Румынии в Ясах, потому что сам Бог велел, чтобы в Ясах именно кирица и игралась. Мы с вами были вдвоем удивлены, просто прожили. Я сам был удивлен, и поэтому с большой радостью, энтузиазм схватился за предложение восстановить замечательную музыку композитора румынского Флектенмахера. Я ее по-своему немножко обработал и на слух снял с записей старых, которые скрипели, которые были закрыты голосами, и восстановил эту замечательную музыку. То есть какую-то дань отдал я этому замечательному композитору. И что приятно, что румын обратились с этим предложением именно к вам. К молдавскому композитору. И что приятно, что вы целое лето потратили на то, чтобы восстановить этот шедевр. Вообще, честно говоря, это меня как бы радует, и без ложной скромности скажу, что, честно говоря, такую работу может сделать не каждый. На слух перенять то, что там есть. У нас... Там все шумело, все скрипело, было это на флешке, снято непонятно откуда, да? То есть этот музыкальный материал... Видео без... Это просто на слух приходило. И все было на первом плане голоса, разговоры актеров, пение, а все, что происходит уже внутри, это было на моей совести. Скажите, пожалуйста, а можно ли пригласить всех наших граждан, то, что, например, это у спектакля, потому что дорогого стоит съездить на этот спектакль, почувствовать... Своими ушами. То, к чему прикасывались. Я думаю, что можно пригласить. Мне бы, если бы я был там художественным руководителем, когда мы здесь в филармонии, я бы пригласил всех подряд. Полный зал. Отсюда мне сделать это сложнее, но я думаю, что каждый любитель театра может приехать в Яссо и посмотреть этот замечательный спектакль. Очень здорово. Мы еще раз поздравляем. И хотим к нему уже восемь, потому что вся эта работа кипела, и вы над ней работали все лето. Но ваши подопечные в этом плане тоже трудились. Я так понимаю, у вас есть интересные осенние новости для нас? Есть. Я никогда не забываю, что у меня есть замечательные исполнители, дети. Есть дети, их много. Вы многодетные. Вы много взрослые. Да. И я их очень всех люблю. Потому что даже сегодня эти замечательные молодые исполнители, которые будут представлены, я думаю, что о них стоит сказать громко, они о себе заявят в дальнейшем. Это 100%. Вика и Василиса сегодня у нас в гостях. Вика, Виктория и Василиса. Которые сегодня мы решили принести такой, скажем, несколько патриотический оттенок в нашем выступлении. Это будет песня о Кишиневе и песня о Молдове. Дисплей Цары и Орошел Мил Кишинев. Я так понимаю, что это была, в принципе, подготовка к коню города, который уже был. Да, да, да. И в принципе, по-третьему... О нашем городе нужно говорить каждый день и петь тем более. И в особом ключе мы решили эту песню о Кишиневе с нескольким джазовым, таким небольшим оттенком. Я думаю, все эти услышат. И только остается предложить послушать эту песню. Насколько я знаю, и вы не раз об этом говорили и в эфире нашей программы, программы «Утро на СТС», что вы очень плотно работаете с Людмилой Ложкиной, прекрасным преподавателем по вокалу. Вы цените и следуете советам именно этого преподавателя, с кем дальше работать, кому какой жанр музыки подойдет? Ее я ценю очень высоко, потому что это замечательный специалист, который имеет свою необычную, очень оригинальную методику обучения вокалу от детей и до взрослых уже исполнителей. И мне кажется, любому исполнителю есть от нее чему набраться. Она замечательно готовит, и даже сегодняшняя участница Василиса – это ее ученица, которая делает свои, скажем, начальные шаги в вокальном искусстве, но оно с большим, мне кажется, будущим, потому что исполнительница сама такая интересная, неординарная, оригинальная, очень непосредственная. Мне очень она импонирует. Я очень надеюсь, что сегодня она произведет прекрасные впечатления на Вас и на всех наших телезрителей. Марьян, Вы действительно очень плотно работаете с детьми. Чему Вы мучаетесь у современных детей? Ведь они другие, с каждым годом они все больше и больше другие. Они другие, действительно. И мне кажется, все-таки я могу что-то им передать, потому что я и повидал, и артистов интересных, и заведения интересные, учебные, музыкальные. И в мире я посмотрел, и послушал, и знают меня, и я многих знаю. Мне кажется, что главное в искусстве – это порядочность и честность. Честно делать то, что ты хочешь сделать. Честно петь, честно исполнять, честно писать. И, как говорится, не идти на какие-то компромиссы дешевые. Не размениваться на мелочи, не размениваться на какие-то неправильные или сиюминутные какие-то такие тенденции в явлении. А у них что, может быть, из последнего? Ну, каждая – это личность. Может быть, они, не знаю, подошли и сказали, ну, Мариан, вот это приложение на мобильном телефоне уже не так работает. Бывает и такое. Но я вам другой тогда пример приведу. Вот Виктория, которая споет сегодня песню о Кишиневе, она спросила меня, когда пришла, а нельзя ли эту песню сделать в джазовом стиле? То есть она сама, это было ее желание. И я уже пошел на это, потому что действительно я понял, что подумал, можно сделать и так. И раз у человека есть интерес к джазовому искусству, то это очень положительный пример и говорит о его восприятии музыки вообще. Что не сиюминутные какие-то там на данный момент. Позывы. Я ничего плохого не хочу сказать про деспасита, например. Но это однодневки, честно говоря. А есть какие-то уже ориентиры на более глубокие вещи, конечно. Вот, вот. Я бы так это перевела. Не деспасита, а босамомуча, с другой стороны. Мы благодарим вас за эту беседу. И еще раз возвращаясь к тому, с чего мы начали, поздравляем с премьерой вашей жизни. Я расскажу обязательно о ней. Может, какие-то даже видеоматериалы попробую привести. Привозите. Привозите, приходите. И мы всегда рады и вам, и таким новостям. Я думаю, что сегодня этим утром мы дали пищу для всех новостных программ и нашего телеканала в том числе. Ну а сразу после нумерологического прогноза, который подготовила Айсу Лохимова, мы услышим ту самую джазовую версию песни о нашем родном и любимом Кишиневе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова